Всем привет, это Андрей и это короткая видеоинструкция, как создать аккаунт на платформе nofamily.ru Банк заданий, умный справочник, варианты EG, все это доступно без регистрации То есть начать пользоваться платформой можно и без аккаунта, достаточно просто перейти по ссылке на банк заданий Вот мы спокойно без аккаунта можем им пользоваться, смотреть решения у заданий То же самое с умным справочником, можем читать интересные статьи Варианты EG тоже можем смотреть готовые, даже открывать их можем и смотреть какие в них задания Но проходить варианты мы не можем, задавать варианты ученикам мы не можем, проходить нейротест не можем И многое другое тоже нам недоступно, даже прекрасное умное повторение Поэтому для полного функционала платформы нужен аккаунт, как учителям, так и ученикам Как же его создать? Все очень просто, справа сверху есть кнопка войти и регистрация Чтобы создать новый аккаунт, нужно нажать кнопку регистрация И у нас открывается вот такое прекрасное окошко, которое предполагает регистрацию несколькими способами Вы можете зарегистрироваться по почте Для этого вы нажимаете кнопку по почте, вводите какую-то почту, вводите пароль И вводите этот пароль еще раз, чтобы система поняла, что вы не ошиблись Если вход по почте, запоминание пароля вас не устраивает, вы можете заходить по телефону Для этого вы можете нажать кнопку по телефону, по номеру и ввести свой номер телефона И вам на телефон, прямо в смс, придет код Вы его сюда введете и будете таким образом дальше входить То есть вам не понадобится никакой пароль Достаточно будет при себе просто иметь телефон и доступ к смс-кам И самый простой способ зарегистрироваться, это вот такая синяя большая кнопка Продолжить как? Это кнопка ВКонтакте И она позволяет зарегистрироваться с помощью VKID Проще говоря, она берет ваш аккаунт ВКонтакте И берет из него данные, исключительно публичные, имя, фамилию, аватарку И создает аккаунт Давайте нажмем для простоты и посмотрим, что будет дальше Вот система спокойно подставила мою аватарку Сказала, что я Андрей, сказала, что я Фомин Даже выбрала, что я ученик Вот, это самый простой способ зарегистрироваться Если мы будем ходить через почту или через телефон Тут будет то же самое поле Соответственно, выбирайте, что вам удобнее Если вы учитель, конечно же, нужно выбрать, что вы учитель Если вы ученик, нужно выбрать, что вы ученик Ввести свое имя, фамилию Никто не обязывает вас вводить реальное Можно ввести что-нибудь прикольное Учителю будет проще вас опознать, если здесь будут реальное имя и фамилию Можно выбрать аватарку Можно ее оставить незаполненной Ну, это первый шаг из двух Нажимаем продолжить И дальше выбираем класс и предметы Если мы выбрали ученика То мы должны выбрать класс, в котором мы сейчас находимся Начиная с первого И предметы, которые мы хотим на платформе изучать Допустим, я хочу изучать только биологию И я нахожусь в 11 классе Если здесь был бы учитель Давайте так примерно и сделаем Вот выберем учителя То здесь были бы только предметы Класс выбирать не нужно было бы Вот, но я остановлюсь на ученике Нажму продолжить 11 класс, биология Все четенько Нажимаем кнопку сохранить Все, поздравляю Мы создали аккаунт Теперь для того, чтобы в него входить Мы должны делать следующее Для начала давайте научимся выходить из аккаунта Мало ли вам такая функция понадобится Хотя не понимаю зачем Но, в общем, справа сверху Вот здесь вот Такой логотипчик Человечка На него нажимаем И тут кнопочка выйти Нажимаем кнопочку выйти Ну, и, соответственно, мы выходим из аккаунта Все очень просто Если нам внезапно понадобилось обратно войти в аккаунт Может быть в какой-то другой Да, но мы, предположим, в тот же самый зайдем Мы, кстати, нас уже выкинуло не на открытый банк заданий А просто на нашу главную страницу Справа сверху Видим кнопку войти Нажимаем войти И тут видим, опять же, это поле Только уже выбрана не регистрация А выбран вход Соответственно, если мы входим по почте Мы сюда вводим почту и пароль Если мы входим по номеру Мы сюда вводим телефон и код от SMS Но мы входим, как Андрей Мы входим через ВКонтакте Нажимаем кнопку И по одной кнопке мы, опять же, попадаем сюда В банк заданий И имеем полностью рабочий авторизованный профиль Важный момент Если у вас нет аккаунта ВКонтакте Или в том браузере, в котором вы находитесь Не выполнен вход ВКонтакте То вход через ВКонтакте вам будет недоступен Сначала вам нужно завести аккаунт Или войти в него в этом браузере А потом уже входить сюда с помощью ВКонтакте Это логично Вот, поэтому аккуратненько С входом через ВК Но он самый удобный Дальше Если нас не устраивает то, что мы хотим Входить только через ВК И мы, например, хотим иметь возможность Входить всеми вообще способами мира И через почту, и через телефон, и через ВК И чтобы все это вело в один и тот же профиль Что мы делаем? Мы нажимаем на эту же иконку Человечка Вместо выйти нажимаем настройки И видим здесь следующую картину Мы видим, что здесь изображена ссылка ВКонтакте Которая привязалась при входе через ВК И видим прекрасные дополнительные способы входа Чтобы система понимала, что телефон принадлежит вам Или что почта принадлежит вам Вы можете подключить эти способы входа И входить в этот же аккаунт Всеми тремя способами Но мы можем нажать кнопку подключить Добавить сюда свой телефон Также ввести какой-то смс И в дальнейшем, когда вы будете входить в аккаунт С помощью телефона Он будет ввести вас именно вот сюда В ваш же аккаунт Если вы хотите по почте и паролю Пожалуйста, можете подключить почту и пароль Пока вы этого не сделали Естественно, если вы будете пытаться входить по почте или по паролю То платформа, очевидно, не будет понимать, что это вы Она будет воспринимать вас только через вход через ВК При желании можно удалить способы входа Например, я могу нажать кнопку удалить ссылку ВК Но проблемка в том, что у платформы в таком случае Не останется ни единого способа опознать меня То есть, если я нажму сейчас кнопку удалить У меня ничего не получится Потому что У платформы в таком случае вообще не останется способов, как определить, что это я И она не даст мне это сделать Пока я, допустим, не привяжу сюда телефон Номер телефона, условно Я привязываю номер телефона Потом я могу отвязывать ВК Чтобы у платформы был хотя бы один способ входа Это понятно Кстати говоря, о настройках профиля Можем здесь с помощью вот этой галочки Поменять имя-фамилию Поменять аватарку Так что, если про аватарку забыли, можно потом ее доставить И по кнопке «Мои предметы и класс» Также с помощью карандашика можно менять класс Можно менять предметы То есть, все то, что мы указывали в процессе регистрации Все это меняется здесь Дополнительные способы входа также устанавливаются здесь Вот, в принципе, это все Как только мы получили свой аккаунт Мы можем вообще шастать по абсолютно всем разделам Умное повторение Мои занятия Сейчас методисты Мы прочее, прочее, прочее Все нам открывается В рамках, конечно, нашего аккаунта Вот Поэтому Поэтому Заводите аккаунты Это не страшно Это приятно Очень много функционала Важный момент Нельзя сменить роль аккаунта То есть, если вы зарегистрировались как ученик То, чтобы завести аккаунт учителя Вам придется использовать другой способ входа Или там другую почту То есть, какие-то другие данные Объединить два аккаунта нельзя Переходить тоже нельзя Вот Но никто вас не ограничивает делать несколько аккаунтов На разные способы входа Например, по ВК вы входите в ученика А по почте вы входите в учителя Вдруг вам по какой-то причине нужно два аккаунта Вот Также никто вам не мешает Менять почты На условные несуществующие Да, чтобы как бы забросить аккаунт И освободить почту под новый То есть, можно разные лазейки придумать Если у вас возникают какие-то вопросы Как лучше взаимодействовать с платформой Или вопросы по аккаунту Не стесняйтесь писать нам Вот здесь вот Есть только кнопочка ВК Да, справа Справа снизу Можете нажать И здесь, соответственно, будет Поле для вопроса И вам в чатике днем оперативно будут отвечать С 10 утра до 10 вечера Вот Моя инструкция подходит к концу Всем большое спасибо Жду вас на платформе И до скорой встречи на занятиях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!